Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Философское Мнение, его ведущий я, Дмитрий Круглых. И сегодня у нас в гостях маг-экстрасенс, всея литературы, Захарова Анастасия, на самом деле филолог, ведет ТикТок, большой, там, 122 тысячи подписчиков, вот, по литературе, поэтому обязательно подписывайтесь. И сегодня мы поговорим, почему же, такая хэллоуинская версия у нас будет, почему же у Василиса в руках череп. Программа «Философское мнение» – это интервью с молодыми специалистами из разных областей науки и искусства. С нами интересно. И подписывайтесь на наш канал. Ну и тогда первый вопрос. Я знаю, что в соцсетях тебя чуть-чуть немножко так это... Люди были в шоке, не в... были как русская девушка, да, Василиса Премудрая, как я, насколько правильно понимаю. Василиса Премудрая может идти с черепом. Как же такое может быть? Настя, расскажи, пожалуйста, как. Не просто с черепом, а там еще и горящие глаза. Глаза! Таким воцемент. Ну, во-первых, внимательно читать сказку, и еще раз читать сказку, да, в изложении Афанасьева. Почему? Потому что, да, он как бы все это у нас оформил дело. И понятное дело, что при Советском Союзе мультика «Василиса прекрасная», «Василиса Премудрая», там такие, как кошечка, девочки. Там вообще речь ни о каком черепе, да, идти не может. Вот, но в самой сказке там очень, да, интересно ее разбирать, в принципе. Потому что здесь мы видим обряд инициации женщины. Женщины-ведьмы, ну, как бы, ну, скажем, ведьма, это слово ведунья, да, который ведет, знает. А здесь она проходит вот путь, похожий, как проходит Иван-Царевич, вместе со всеми этими обрядами. Просто их тяжело будет немножко вытащить оттуда. Вот, поэтому мы немножко откинемся назад и подойдем к черепу с другой стороны. Очень мне понравилось. Откинемся назад и подойдем с черепа с другой стороны. Ну, не спереди, а сзади. Вот, да. Фишка вся в том, что, значит, ну, перескажу сказку, сказку «Умирает мать». Да, то есть вот мы видим отщепление Василисы от физического, да, семейного такого мира. Ей нужно что сделать, да, пройти обряд инициации, у нее появляется мачеха, что необычно для наших отпусков, мачеха, да, в сюжете. Значит, она отправляется в лес, вот, собственно, вот эта вот мнимая смерть, да, с ней происходит. Вот она идет в лес и попадает к Еге-недарительнице, как мы видим, потому что вот стоит дом, чистокол из человеческих, да, костей, черепов там, проще, проще. Мы понимаем, что там живет людоедка, баба-яга, вот эта вот воительница-людоедка, которая, да, третьего типа, вернее, яга, которая, она тоже выполняет некие такие функции, да, там, то есть ее изба представляется пастью животного, в которое, да, входит наш герой и как бы погибает и перерождается обратно, то есть выходя из пасти. То есть такой обряд тоже существует. Здесь встает вопрос вообще о том, почему она дает именно этот череп, почему у Василисы с собой три волшебные куколки, и она сама не выполняет поручения Еги, за нее делают все куколки. То есть если мы вообще смотрим на сказку Золушка, да, и на сказку Василисы, а то Золушка делает все дела сама и получает, да, какие-то там вещи, то здесь Василисе помогают куколки, которые ей подарила покойная мать. То есть здесь мы видим, во-первых, обереги, да, которые ее окружают, эти куколки, но я потом про них еще немножечко там шокирую, всех шокирую еще раз, не только фотографиями, вот, и в общем они ей помогают. По факту, почему куколки не могли помочь, да, справиться с мачехой, зачем их череп? Вот, я думаю, что, во-первых, этнографа... Так, то есть я так понимаю, она была вынуждена бежать из-за своей мачехи, правильно? Но она не вынуждена была бежать, мачех ее, опять же, послала, у нас же всегда есть, понимаешь, кто-то кого-то куда-то посылает, потому что, потому что мы не можем сами, да, пойти. Это часть обряда инициации, ты не можешь сам пойти, там, в какой-то мир мертвых, да, зачем тебе это нужно, то есть тебя обязательно должны выселить из дома, отщепить, вот, ой, отщепнуть, да, вот от этого физического мира, вот, потому что ты не можешь сам как бы этого сделать, то есть это как мнимое убийство. Да, что, условно говоря, кто-то должен... Да, условно говоря, тебя убивают, как бы ты идешь, ты проходишь испытания и перерождаешься, вот, в этом обряде, вот, не буду подробно сейчас об этом говорить, то есть, потому что я пишу курс и хочу немножечко оставить в тайне такие моменты. В общем, есть пять этапов, да, становления. Ну, первый из этапов, это вот пройти вот в лес и попасть к зверю. Зверь в разных бывают вариантах. Кстати, если ты смотрел мультик или кто-то из подписчиков смотрел мультик «За садовой изгородью», там тоже зверь есть. И для каждого он выглядит по-разному. Его сравнивают и с дьяволом, и к комедии Данте относят очень много всего там, да, спрятано, но, но, но. Я вообще соотношу его со зверем, который встречается в русских сказках. На самом деле, тот зверь, который вот в этом мультике, это такой, скажем, архетип зверя в сказках и мифах, вот, на таком случае. Может быть, кто-то добавит, обсудим даже этот момент. Вот, что касается черепа. Наверное, ты встречал работу Геродота, да, о Тавриде. Он писал, что тавры, да, в своей Тавриде, они что делают с врагами? Они их это убивают. Потом, значит, на чистокол, в общем, головы врагов помещают, да. И якобы у Тавров, это нынешний Крым, были избы с головами на печных трубах. И вот где-то, что, ну, показать, во-первых, что к ним нельзя подходить. Во-вторых, вспомним, что он тоже пишет об этом, что это как некий оберег для этого народа. Вот, но у нас немножко по-другому пошло. Все дело поехало именно на территорию, именно где вот центральная часть России, например. Потому что, по мнению многих исследователей, череп должен был быть не человеческий. Череп у нас должен быть именно кобылицы. И тут очень важный момент, что это не конь, а кобылица. И дальше мы начинаем, да, вспоминать мифологию вообще, да, для чего служил череп вообще, для чего он. Почему именно кобыль? Во-первых, если вспомнить миф о Персея, он как Персей, который убивает Гаргона. Что, получается, голову он забирает в себе, как некое оружие, которое будет превращать всех в камень. А само тело-то во что превращается? В Пегаса. А Пегаса – это сын Посейдона, считается. Это первый конь, который потом приносил молнии и гром для Зевса. А вот первый образ, вот опять образ света, образ солнца, да, вообще, и в славянских сказках. Мы вроде по Сивку Бурку записывали, нет? Мы, по-моему, про неё упоминали, но не очень сильно. Я думаю, что лучше напомнить. По Сивке Бурке я писала очень большую работу в Инстаграме и писала, по-моему, тоже на Ютуб видео. Фишка в том, что... Ну, это не долго объяснять, в общем, просто я скажу так, что конь, представление славян – это солярный знак, то есть солнцеворот. Поэтому представление о лошадях в сказках – это такой отдельный пласт. Например, в Сивке Бурке мы можем, да, чётко сказать, что Сивка Бурка – это проводник в загробный мир. Да, почему у неё там определённые есть имена, почему у неё есть там, опять же, пламя из ноздрей у неё. Это солнечный свет. Что происходит с этим черепом? Вот Василиса берёт череп. Пусть будет номинально этот череп уже кобыль. Она идёт с ним по лесу. Он ей освещает во тьме. То есть, когда тьма, солнечного света нет, но ей надо выйти из мира мёртвого. Она идёт благодаря солнечному свету, благодаря светящимся глазам этого черепа. Она приходит в дом, и череп начинает говорить. Он ей сообщает, что, типа, ты меня около дома не оставляй, забирай меня с собой, и я тебе помогу. Эти куколки там тоже начинают заниматься своими делами. И, значит, этот череп испепеляет мачеху. Но не испепеляет Василису, то есть свет на неё не попадает. И опять мы видим, что солнце побеждает тьму. Вот такая вот интересная интерпретация у этой сказки. Здесь ещё как раз с этими куколками тоже важный момент. Потому что эти куколки... Раньше, смотри, матери дочкам делали куколок. Куколки-ответы назывались они. То есть, как там отмерить определённую крупу, всё такое. И были такие ещё куколки-ответы, которые с собой клали в грунт. Они должны были помочь человеку в загробном мире. Здесь, наоборот, покойная мать делает ей магический предмет живых куколок, которые помогают здесь, в этом мире, стать как бы ведьмой. Ну, почему некоторые учёные, кто изучает сказки, фольклор, считают, что именно Василиса, она как бы ведьма от рождения. То есть, она проходила обряд инициации немножко по-другому. Да, сама не выполняла, опять же, задания. Плюс у неё был помощник, необычный помощник для сказок, череп. Обычно это какие-то клубочки, лубочки, да? Череп, светящий не всем глазам. Здесь такая очень интересная сказка. И, в общем-то, начинаешь когда разбираться, начинаешь когда что-то говорить, просто попадать на невежество и в такие столкновения. А куколки как помогали ей? То есть, какие поручения не выполняли? Ну, которые яга ей давала. Просто я не буду всю сказку уже перескать. Она буквально на второй странице. Я думаю, что было бы интересно её прочесть. Прочесть. Нам встретились бы такие предметы, да? То есть, и потом уже опять, опять же говорю, мачеха. Вот эти куколки. Причём куколки ей подсказывали, как себя вести. То есть, она, понимаешь, как она выполняла задания. То есть, если Иван, например, идёт к Еге, да? И уже начинает с ней играть в эту игру, он знает, какие вопросы она ему задаст. А слепая бабка, грубо говоря, знает, кто к нему пришёл. Ну, то есть, обязательно всегда есть какая-то жрица, да? То есть, она будет такой образ у неё, такой или такой. Василися, вот Иван, он всегда попадает к дарительнице. К жрице. К жрице, да, который его одаривает каким-то подарком. Дети, дети маленькие, обычно попадают к людоедке. Они проходят обряд инициации взросления. То есть, их рачклиняют, варят, да, грубо говоря, они потом перерождаются уже взрослыми людьми. А Василиса, она уже как бы взрослая, описывается, то есть, она старшая, потому что у мачехи там ещё дочери были. И она, получается, у этой Еги, ну, что-то не должна была ничего взять. Грубо говоря, она должна была просто пройти обряд. Видимо, это такой был скрытый обряд восстановления жрицы тоже. То есть, что-то здесь вот есть такое, возможно, что-то упущено, потому что сказки много раз переделываются. Я хочу ещё раз сказать, что у нас, да, с человеческими, у нас сказки с человеческим черепом, с человеческими костями. Насколько я знаю, на Украине, например, да, там до сих пор используется кобылья голова. Вот. И кобылья голова, помнишь, мы покупали, записывали. Ну, если напоминаем, мы записывали цикл роликов по Ивана Купалы, и кобылья голова, она играла тоже важную роль в этом цикле. Я забыла просто даже про это сказать, потому что кобылячья голова – это как синоним еги, синоним ведьмы. Впоследствии из сжигания кобылей головы, целый такой обряд происходил, это обряд уничтожения номинально ведьмы. Уходит жара, там всё, надо собрать, всё, все будут жить хорошо. Ну, то есть вот такой цикл купальский. Вот. И во многих мифах именно конь или там кобылица, да, играет очень важную роль. Башкирии, например, да, считалось, и даже сейчас, по-моему, считается, если я ошибаюсь, можете поправить, потому что я немножко с тем вольплёром не особо знакома, что лошадь через глаз может увидеть всё плохое, нечисть, поэтому её приводили в новый дом, чтобы она своими глазами посмотрела, короче, и там якобы уничтожила, уничтожила... Нечистую силу. Да, нечистую силу. Плюс вот, я точно знаю, вот мы ездили в фольклорные практики, но мне и без фольклорных практиков у себя в деревне было достаточно наблюдать за таким интересным обрядом, как снимание порчи через конскую узду. Там пропускали человека, типа, так, бесов выгоняли. Кстати, а вот эти вот всякие подковы на удачу, их тоже вешают с конём, вот это вот связано или нет? Да, это всё связано с лошадью, то есть культ лошади, это очень такой большой культ. Ты сегодня мне как раз в ТикТоке-то по поводу этого написал, по поводу вещев Олега. Там действительно, то есть, вот если рассматривать всю символику и архетипичность образа коня, а у него там конь был или кобылица, кстати? Вот я не помню, да. Надо пересмотреть, потому что у меня прям даже повелся идеи разобрать его немножко с точки зрения символики, потому что смерть он получает всё-таки от своего коня. От коня. Да, и змея, смотри, опять же, опять вернёмся в мифы о Персее, в мифе о Передвесе, мы видим змеи в голове, но она превращается в коня, то есть мы видим два образа змеи, это же тоже такой архаичный образ, он во всех предполагает. Он хтонический, который бессмертный. И в наших сказках, да, змеи Горыныч есть, но он представляется больше как огонь, опять же, но только если кобылица это огонь, солнечный огонь, да, какой-то божественный даже, то змей, например, Горыныч, это пламя уничтожающее. Ну, можно сравнить пожар в лесу, да, это вот оно, да, если брать вот такие вещи. Поэтому здесь просто нужно смотреть на вот эти важные моменты именно того, как герой проходит и что он делает. Здесь тогда будет ещё такой, как мне кажется, достаточно важный вопрос, а в какой момент идёт подмена коня лошади на человеческий? Слушай, на самом деле я не знаю, в какой момент, я вот, я выжжу свою точку зрения, не могу отвечать там за научный мир на данный мир. За исторический процесс. Да, потому что только высшим силам известно, в какой момент и кто это сделал, вот, но я могу сказать так, я думаю, что это начало происходить в тот момент, когда произошла подмена Бабы-Яги как жрицы на плохого персонажа. Вот когда уже приходит глубокое христианство, грубо говоря, скажем, когда уже нет вот этого, у нас же всё равно какой-то период времени в истории люди были как язычниками, так и христианами. То есть у нас же до сих пор остались какие-то традиции обычаи. Я думаю, это начало происходить в тот период времени, когда люди стали по-другому немножечко описывать мир. То есть это стало уже не жреться, а что-то такое страшное, то, что вот запрещено, это табу стало, да, ходить в лес, там, вот это всё дело. Я думаю, вот в этот период времени. Но опять же, может быть, как-то там, я не знакома с этнографическими исследованиями по поводу периода становления. Да, я думаю, что этнографы сами не особо разберутся, потому что... Да, потому что очень много утеряно, очень много воды утекло, и мы как бы точно не скажем. То есть даже мы не можем сказать, как и у других народов, что это происходило, потому что у них точно так же какая-то информация потеряна. Ну, понятно. Это так же, как мы откуда произошли языки, почему-то мы так живём всяко и так далее. То есть много есть теорий, много споров, вопросов. Ну, мне, кстати, кажется, что в этом плане мы сейчас реально можем иметь дело с мифологией, когда мы обсуждаем, например, Marvel, DC. Прямо можем посмотреть вот эту вот эволюцию, как она развивается, какие-то прогрессы, что утрачивается, какие персонажи утрачиваются, ну и так далее. То есть вот это вот, мне кажется, в абсолютно такой тоже социальной версии возможно вот это вот просто посмотреть, сделать определённый срез и замерить, то есть в абсолютно искусственной какой-то вот форме. Мне кажется, что вот Marvel, DC и вообще любые комиксы, это тоже вот такая искусственно созданная вещь, которую мы можем проконтролировать, как мифопоэтически она развивается. То есть мы прям можем брать какой-то анализ и так далее. То есть это тоже такая сказка. Чем же заканчивается вообще сказка про Василису? Да, то есть с одной стороны она побеждает, я так понимаю, собственную мать. Мачеху. Мачеху, да, собственную мачеху, которая её убила. То есть которая её отправила в это путешествие. Но она её отправляла в это путешествие не потому что типа ей нужно пройти об этом инстанции. Обычно это, они, вот все мачехи, да, представляются как зло во всех сказках. И я про это тоже сейчас готовлю, вообще курс тоже, да, по архетипам мачех и так далее. Потому что Гарри Поттер у нас построен по этой системе. Да, то есть там Дурсля, точно так же мы, как бы мы не оправдывали какие-то действия, всё равно в любом случае мы должны понимать, что должен быть какой-то номинальный злой герой. Вот. И, собственно говоря, она её побеждает, потому что она должна восстрашиваться над несправедливостью. Это как вот Иван Дурак, был дураком, а стал, да, восстрашиваться. Я как всегда над справедливостью, да. Слушай, мне ещё вспоминается просто вот, когда, если обсуждать японские, например, сказки, там же тоже есть миф о, типа, о подснежниках, где злая мачеха отправляет свою падчерицу в путешествие, там встречают своего Деда Мороза, такого вот японского, вот, и где, соответственно, там ему приходится, то есть она один раз, но она отправляет не за подснежниками, а только за ягодками. Вот. Первый раз отправляет за ягодками, второй раз отправляет за ягодками, и каждый раз они сами едят эти ягодки, и японский Дед Мороз немножко охреневает от этого всего, от происходящего процесса. И он говорит, всё, это вот я тебе в третий раз даю, вот больше ты их не ешь. И понятное дело, что они уже отравлены, вот, то есть, ну и соответственно, там она получает вообще, падчерица получает всё, а мачеха и её дочка, они соответственно умирают. Вот, то есть тоже какая-то такая... Да, примерно такая же история. Вот, и здесь получается, да, то есть в мачехе воплощается вот это вот самое зло, которое надо победить вот этим вот светом, который идёт из глаз. Вот насколько вообще правильно и лучше, например, да, если мы изображаем, например, делаем, да, какое-то изображение, чтобы вот... Как сделать так, чтобы изображение было максимально приближенным к источнику? Вот как вообще вот это вот? И нужно ли за этим вообще? Ну, изображение вообще мифологических персонажей. Вот для тебя это просто такой субъективный вопрос. То есть, я думаю, что просто образ складывался из качеств, то есть эти качества, это вот как бы совокупность вот этой метафоры будет, потому что смотри, Калинов мост, да, номинально, мы понимаем, там река Смородина, у нас Мордит, ну, нам надо же как-то описать, какой должен быть переход, да, и как вот его представляют, валяются там кости какие-то мёртвых людей, там всё такое, то есть, опять же, это метафора. Номинального, да, перехода, и на этот образ просто настаиваются какие-то, да, понимания. Вот почему там кости? Потому что это переход, да, в мёртвых людей, сколько там людей погибло, столько там людей погибло, да, почему там вот в конце стоит змей, это как цербер, да, его надо как-то... Героя пропустить или не пропустить, да. Соответственно, змей представляется там с тремя головами, поэтому тоже есть своё объяснение, вот. Причём, опять же, я повторюсь, что поход Ивана Царевича, например, к тому же самому Змею Горынычу, это такая же игра в инициацию. Змей Горыныч сразу узнает, кто за ним пришёл, потому что он сразу отвечает, зачем ты пришёл, типа, там... И он уже в своей фразе говорит, что, типа, во-первых, называет этого персонажа, во-вторых, он знает, что он умрёт, сам змей, да, сразимся не на жизнь, а насмерть, на мою. Ну да. То есть мы уже понимаем, что, опять же, это какой-то обряд, да, как выглядел человек, который проводил этот обряд, ну, может быть, там какие-то шкуры, что-то, да, это, может быть, что-то было связано с огнём, мы не можем этого сказать, мы видим этот образ, образ огня змея, да, вот этого катонического существа, мы видим игру, которую проводит герой и этот, да, персонаж, мы видим, что это опять какой-то некий переход, и что опять что-то должно произойти, вот, и убийство змея, это тоже такое, как вот, обряд был, да, как то же самое, что и закапывать кобыль и череп, вот. Спасибо. А вы обязательно, вот Настя сделает всякие различные образы в славянском стиле, приходите к ней на фотосессию, она это всё сделает, а ко мне на канал обязательно приходите, чтобы получить новые знания, с Настей будем тоже, потому что ваши же комментарии были, где маг, вот я вам пригласил мага, вот, поэтому обязательно пишите, с кем ещё хотите интервью, и обязательно постараюсь сделать, обязательно постараюсь про философов, обязательно мне донатьте денежку, потому что, видите, студия, всё это, мне всё-таки в денежку обходится, а я сейчас безработной сижу, вот, поэтому обязательно донатьте, подписывайтесь, и до новых встреч, увидимся на нашем канале.